здравствуйте дорогие друзья опять мы с вами находимся на сайте алиэкспресс сегодня будет обзор на шубу r в форме такого огромного кирпича весом 1 килограмм ну как бы ничего особо примечательного об этом чае пока что сказать не могу значит продавец следующую информацию значит выставляет то что это puer 1998 года то есть более 20 лет сколько 23 года ничего себе значит вес 1 килограмм и в принципе ну довольно таки недорогая для такой выдержки и для такой массы цена 2000 рублей в долларах сша это ну чуть менее 30 долларов значит на алиэкспрессе можно в принципе даже и подешевле найти вот если там у кого ссылка не сработает можете в поисковик забить puer кирпич 1 килограмм и тут в принципе одно и то же тут выскочит есть даже подешевле 2700 рублей ну как бы я покупал за 2000 подороже можете на 300 рублей там подешевле выбрать немножко сэкономить но ничего особо как бы интересного тут продавец не раскрывает единственное то что вот интересно дата производства 98 год юнань китай ну шу пуэр да то есть черный пуэр вес 1 килограмм довольно таки интересная редкая форма ну крупный большой до такой размер ну для тех кто пьет чая много постоянно в принципе само то что надо так что заказываю сейчас этот чай ну и попробуем посмотрим в принципе по цене очень очень даже смотрится интересно посмотрим как там по качеству короче ждем ссылочка где в описании и так прибыл мой пуэрчик вот так вот он выглядит в этот раз решил опустить процесс распаковки этого чая сразу перешел на кухню ну напишите в как вам такая форма подачи то есть нужно показывать распаковку или не нужно значит может быть сразу как будет переходить на кухню общем поделитесь своими впечатлениями значит время доставки три недели с момента заказа до получения по внешнему виду ну такой темный крупный лист возможно действительно это чай с большой выдержкой то есть 20 лет я по своему опыту могу вполне ему дать значит чайных почек в нем я не заметил то есть материал нем использован очевидно дешевый хотя если как бы чайный лист действительно со старых деревьев то наличие почек было бы уже неважным но это чтобы узнать надо его заваривать в сухом виде аромат приятный древесный с нотками меда сухофруктов в целом ну по внешнему виду и аромату такой чай приятный текстура у него довольно мягкая то есть легко протыкается пуэрным ножом вот как бы такой вот внешний вид вкратце значит расскажу то что я там перевел с упаковки значит дикий чай со старых деревьев из деревни цзы нянь это на его титульное такое стороне написано чайная фабрика дунхай 1000 грамм на обратной стороне такое них не скромное название сокровище пуэра никакой даты изготовления на упаковке я не нашел поэтому не могу сказать когда он был сделан тут это просто не указано значит первый пролив аромат приятный землистый мягкий вкус ну довольно простой но такой чистый то есть нет там каких-то неприятных запахов сладковатый древесно-ореховый значит если так вот резюмировать что ли по судя по мягкости и как бы по темному цвету отработанные заварки это вы чуть попозже увидите чай это действительно старый так что 20 лет ему вполне может быть но что касается старых деревьев это конечно не правда в этом смысле конечно китайцы наврали вот то есть это это точно не материал со старых деревьев то есть каким-нибудь минку или хайвань этот чай как говорится рядом не валялся то есть ну в принципе это такой очень простой и дешевый поэр сделанный из самого дешевого такого крупно листового чайного листа но в принципе чай приятный неплохой вся его изюминка заключается в старости и мягкости если в двух словах как бы описать на вкус это чай то этот чай то чай это мягкий древесно-ореховый и сладковатый иногда там пробиваются слабые нотки чернослива но такой в общей композиции это чай древесно-ореховый значит ближайший аналог с которым можно было бы этот чай сравнить по качеству это пуэр 7562 причем не дорогой минхайский 7562 а такой вот и 7562 в бамбуковой обертке который делается в линцане вот по ну как бы ароматики он ближе всего к нему значит приближается да и по цене в принципе тоже хотя вот если так сравнивать цену то конечно один килограмм вот этого чая он обойдется дешевле чем 4 линцанских кирпича 7562 по 250 грамм вот мне даже вот 7562 немножко больше понравился чем этот то есть там немножко почек есть здесь как бы больше такой вот крупный лист и так далее значит если все вышесказанное обобщить то можно такое резюме сказать что чай это дешевый простой древесно с древесно-ореховым вкусом то есть пить его вполне можно и мне он в принципе понравился конечно же он сделан не из элитного материала из самого дешевого чайного материала крупного листа но главный плюс у него это выдержка мягкость и в принципе довольно недорогая цена такую массу один килограмм то есть покупать вам его или нет решайте сами в принципе своих денег он стоит отработанная заварка как вы видите такого очень темного цвета что в принципе характерно для старых поэров вот заварка пахнет в черносливом и все тем же орехом по эффекту чай ну слегка бодрит то есть почек там мало ну так хорошо он бодрит в принципе повышает настроение так что пить можно в общем такой недорогой простой ну и в принципе довольно таким приятный чай вот ну в общем ставьте лайки друзья если видео вам понравилось подписывайтесь на канал будет еще много интересных обзоров спасибо всем за просмотр всем пока